Приветствую вас! Во-первых, в толковании сновидений важно не само значение сна, а его значение для человека, то есть его значение для вас. Во-вторых, сновидения разбираются на уровне ассоциации, то, что происходит с каждым элементом сна, что это грубо говоря, вот например, любимый мужчина, пишите вы, да, я видел своего любимого мужчину, что это за мужчина, с чем он ассоциируется, где он сейчас, и так далее, и так далее, и так далее. Проколоты уши, да, то же самое, ну, то же самое, то есть тот же самый разбор на уровне ассоциации, и так далее. Далее, значит, как правило, если делать все по науке, то в дополнение к самому сновидению описывается история вашей жизни за две недели до сна. То есть просто вот анализируется, что происходило, что вас задело, почему вас задело, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И это делается исключительно приватно, то есть, как бы профессиональная этика не позволяет говорить об этих вещах публично, да, то есть вот на сайте. Ну, исходя из того, что я прочитал, могу сказать, что у вас есть страх потерять своего мужчину, возможно, есть подавленное соперничество, чувство соперничества с мамой, то есть, ну, либо с людьми, которые похожи на маму вашу, вот. Соответственно, они уверены в себе, и, в общем, может быть страх одиночества, может быть. Возможно, имеют место быть какие-то комплексы, вот. Также есть некий сексуальный подтекст в вашем сне, то есть, ну, возможно, сексуальное желание имеет место быть у вас тоже, вот. И оно направлено, в общем-то, я так полагаю, на, ну, либо на конкретного мужчину какого-то, например, вот этого вот вашего любимого. Либо здесь, может быть, есть что-то ещё. Ну, да, опять же, понимаете, нужно анализировать, так это только предположение. Предполагать, соответственно, не хотелось бы. Вот. И, соответственно, выдаваемое, выдавание, выдавание, точнее, желаемого за... Кхм-кхм, действительно, это в том, что, эээ... Эээээ... ну, в том, что... ээээ... с ээээ... В ними... ээээ... вот, ну, с другими женщинами... вашему мужчине будет тяжело, то есть вы, как бы, по словам, опять себя защищаетесь, защищаетесь. Вот, пытаетесь, ну, успокоить себя. Вот. Значит, это то, чего можно сказать по непосредственно вашему сновидению. Далее. Значит, модель женского поведения в первую очередь, то есть ваша модель женского поведения более такой, более уверенный вектор этого самого поведения, более, может быть, полное осознание себя женщиной, вот, потому что пока вы ассоциируете себя с, вот, красивые, сверкающие, серебряные стенки. Это вот вы. Я так полагаю. Тем, кем вы хотите быть. Красивый, сверкающий, ну, серебряный, не серебряный, это уже совесть, так, предпочтения. Вот. И, соответственно, говорит о том, что вы не удовлетворены своим женским поведением. Соответственно, отсюда может быть неуверенность в отношениях с мужчинами. Это, значит, такой момент. И момент отношений с родительскими фигурами, вот, мамой. Возможно, тоже требует, здесь, ну, повышенного внимания. Потому что, ну, мама во сне, это, да вообще любой родитель во сне, это, как правило, такой, довольно негативный, запрещающий фактор. Как правило, императивный или директивный. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Я буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.